Урбеч из кедрового ореха. Кедровый орех не зря называют сибирским золотом. Все вещества в комплексе поднимают и физический, и эмоциональный тонус. Особенно полезен белок, он идеально сбалансирован и близок по составу с белком ткани человека. Это очень важно для вегетарианцев. Калий предотвращает отеки, натрий улучшает умственные способности и концентрацию. Пищевые волокна выводят шлаки. Богатый состав аминокислот и минералов поможет при борьбе с аллергией. Благодаря кедру нормализуется кровяной состав. Чтобы дать поступить всему перечисленному в организм, не потеряв ничего на полпути, рекомендуется именно паста из кедровых орехов, потому что в таком виде вещества усваиваются гораздо лучше. Переходите по ссылке в описании и заказывайте Миралат Урбеч. Натуральные и вкусные пасты одновременно подойдут и как полезный перекус, и как средство общей профилактики вашего здоровья. Дорогие друзья, приготовьте раны, сейчас будет соль. Итак, перечислим самые важные события, которые прошли в нашей стране за неделю. В Вологодской области через реку Шексну открыли Архангельский мост, название которому придумали местные жители. Его сдали в эксплуатацию с опережением графика, согласно которому окончание работ было запланировано на 2025 год. Архангельский мост – самый крупный в Вологодской области. Он связал четыре района Череповца, открыл кольцевое движение для общественного транспорта. В России завершились государственные испытания, модернизированные 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С-25. Улучшенная САУ 2С-25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. По огневой мощи 2С-25 не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и в воде находится на уровне БМД-4М, и БМП-3. Российская компания Промобот разработала платформу искусственного интеллекта с машинным обучением под названием Промобот Нестер Чак. Благодаря технологии обычная бытовая техника может научиться понимать человеческую речь и разговаривать. В качестве ключевого преимущества технологии создатели называют возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Маслоэкстракционный завод группы Черкизова открылся в Ельце. Инвестиции в предприятия по производству шрота из сои, лицетина и масла составили более 10 миллиардов рублей. Производительная мощность предприятия составит 2500 тонн соевых бобов в сутки. Это крупнейший в России завод подобного типа. АО «Урал Криомаш» спроектировал и сертифицировал контейнер-цистерну для транспортировки и хранения сжиженного природного газа – этилена и этана. Уникальность контейнера заключается в расширенном температурном диапазоне эксплуатации от минус 60 градусов до плюс 50. Аналогичных цистерн на российском рынке нет. Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел серийный корвет проекта 20380 «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота. Комплекс первого этапа заводских ходовых испытаний будет включать испытания всей механической части корабля, а также навигационное оборудование. Корабелы также планируют провести частичную проверку радиолокации. Мирный Адыгея ввел в эксплуатацию второй молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3000 голов. Это позволит довести общую производительность предприятия до 15 тонн молока в сутки. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тысяч голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. Все малые космические аппараты, запущенные с космодромом Байконур 9 августа, были приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских спутников стал рекордным в истории ракетокосмической промышленности России. Спутники предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий реализации межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и экологической обстановки. Резидент Сколково создал замену популярного во всем мире британского компьютера Raspberry Pi. Разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ. Отдельно Репка Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования. Репка Pi имеет на 15-20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3. В Вологодском филиале АО АМ-технологии Атоммаш приступили к сварке кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для второго блока Курской АС-2. Это один из ключевых этапов изготовления корпуса реактора. Общая масса конструкции составляет 180 тонн. Автоматическая сварка двух кольцевых швов продолжится в течение 25 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва. Мы не хотим, чтобы вы забывали, что такое боль, поэтому повторно обработаем раны солью через неделю.